Здравствуйте, уважаемые учреждения. Ваше внимание представляется видео лекции, обзор по дисциплине экологический менеджмент. Экологический менеджмент представляет собой общую систему корпоративного управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит цели достижения положения указ на экологической политике. Подседствием реализации программ по охране окружающей среды, которые решает государство. Цель экологического менеджмента, вы видите, главный для достижения желаемого возможного и необходимого состояния окружающей среды, как объект управления, сведения к минимуму реального возникновения экологических критиков, экологических катастроф, которых в нашем мире сейчас очень много. Сейчас видите, что в век научно-технической революции население растет, потребность людей растет, человечество умножается и потребление его все больше растет. И в этом состоянии темы разрушения природы так высоки, что природа теперь сама не в состоянии ликвидировать и восстанавливать последствия этого ущерба. Статистика утверждает, как вы видите, что мощность в мировой инстрии удваивается через каждые 14-15 лет. Но от этого природные ресурсы не увеличиваются, а только уменьшаются. И от того, как человечество разумно научится и будет использовать природные ресурсы и охраняется окружающей среду, зависит природная равновесие природы, которая становится и формируется в течение миллиардов лет. Тема первая. Тема первая – это предмет и задачи экологического менеджмента. Из этих вопросов по теме лекции видно, что по плану, что экологический менеджмент сейчас приобретает очень актуальное значение и уяснение, понятия, предметы, сущность и задачи экологического менеджмента, предметы экологического менеджмента. Сущность и задачи экологического менеджмента зависит от того, как мы усваиваем охрану окружающей среды, использование природных ресурсов, и как нам его разумно беречь и сохранять, и использовать с тем, чтобы и будущему поколению это не платить. В статье номер один экологического кодекса РК изложено, что экологический менеджмент – это административное управление охраной и окружающей среды, которое включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы и процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения и выполнения анализа и поддержания экологической политики государства. То есть из этого статьи экологического кодекса закона РК, вытекает, что экологический менеджмент – это государственная мероприятие, государственная программа и государственный цикл различных мероприятий, портания природных ресурсов, процессы их использования. Следующая тема – это природные ресурсы и загрязнения окружающих среды. Природные ресурсы – вопросы загрязнения окружающих среды, основные пути борьбы и шума. Природные ресурсы – это все ресурсы, которые использовали человек, и процессы своего жизнедеятельности создают потребность использования природных ресурсов в себе комфорт. Это воздух, вода, минеральные ресурсы, энергия, углеводородов, питание от растительности животного мира. Это все именно относятся к природным ресурсам. В процессе использования природных ресурсов загрязнения окружающих среды, она, как правило, идет параллельно и является спутником использования природных ресурсов. И задача человечества в процессе использования природных ресурсов – именно наименее пути загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы в городе состояла от атмосферы, зависит и здоровье человечества, и здоровье каждого человека целого. Загрязнение атмосферы сейчас преодолело очень широкий смысл и широкие, большие масштабы, что в мире приняты различные программы. Через международные различные организации, в частности АОО, есть известные различные документы, принятые различными государствами, допустим, киотские протоколы. Но мы знаем, что многие государства, где очень развитое промышленное производство, не соблюдают эти условия. В частности, это не соблюдают Соединенные Штаты Америки, в частности, не соблюдают Китай. Так как, если ограничить выбросы в атмосферный воздух, то производство этих стран намного уменьшится. То есть, тем самым, они будут получать меньшую экономическую прибыль. Организационная мерная партуральная воздуха, она включает различные мероприятия, и технические, и биологические, и организаторские, и химические. Ну, различные, всякие методы, которые, в конечном итоге, приводят к тем, чтобы воздух выбрасывался меньше загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества – это сопутствующие любого промышленного производства. Поэтому организационная мерная – очень важное значение имеет. Правовая партуральная атмосферная воздуха, как мы сказали вначале, она охраняется различными международными обязательствами, государственными. Каждое государство обязанность выбрасывать воздух поменьше выбросов в процессе своего промышленного производства. Так как любое производство невозможно без выбросов в атмосферный воздух, но тем не менее, правовая охрана, она предполагает, что каждое государство выполняет их определенные обязательства перед другими государствами, перед земным шаром, чтобы загрязнять меньше атмосферный воздух. О загрязняемом атмосферном воздухе можно даже судить по тем различным примерам. Так, например, соли Сарайского моря, которые высохло, их находят и в Антарките, и в Арктике, и на других материках. Тем самым, они приносят вред местным и окружающим средам и получаются и по всему темному шару. Следующая тема – водные ресурсы. Водные ресурсы вы видите по соответствии с планом, какие вопросы мы рассматриваем. Но водные ресурсы, мы знаем, что они принимают очень актуальные значения. Сейчас в мире очень много стран, которые экспортируют воду, импортируют воду. По поводу сметания, страны Азии, Иран, арабские страны, которые покупают, переплетают, переводят целые айсберги, которые отапливают, растапливают их и используют в крестной воде. Один из стратегических вопросов, мировых вопросов, которые рассматривают международные организации, в ближайшие 15-20 лет стоимость чистой пресной воды будет на уровне не меньше, чем стоимость углеводородов. Потому что население увеличивается, а водные ресурсы их как не хватало, так и не хватает. Но водные ресурсы Казахстана, если мы скажем, что у нас водных ресурсов, источников не так уж много. И Казахстан относится к одним из тех стран, где водных ресурсов недостаточно. Как питьевод, так и для орошения, используемые для орошения сельскохозяйственного вода. Источники загрязненной атмосферы, как мы говорим, опять же, как вы на предыдущей лекции сказали, это промышленные производства, которые используют очень большое количество воду для процесса производства различных сырья и товаров. Допустим, чтобы выплавить одну тонну металла, необходимо несколько десятков тонн воды в процессе лекции лекции. И это явление использования воды в промышленном производстве, это неотъемлемая часть. Теперь меры по охране экономному расходу водных ресурсов, как предполагают использование различных технологий, которые в конечном итоге позволят меньше использовать и экономить водные ресурсы. Так как совсем не использовать нельзя, но тем не менее, скажем, сельское хозяйство применяет капельное решение промышленности, воду очищают и используют его второй, третий, пятый раз, чтобы не загрязнять имеющиеся ресурсы гидросферы. Следующая тема – это земельные ресурсы. Земельные ресурсы, мы знаем, что их недостаточно на земном шаре. На данный момент на каждого жителя приходится всего 25 сотов гектара или 25 сотов пахтной земли. И из земельных ресурсов 70% земельных ресурсов, представленные, малопродуктивные почвами, и только 20% и 10% только высокопродуктивные почвы. Но тем не менее, земельных ресурсов недостаточно. Так, допустим, если в Казахстане на каждого жителя приходится по около 2-2,5 гектаров пахтных земель, башни, то, допустим, в Японии, в Армении на каждого жителя приходится 0,004 гектара земель. Это говорит о том, что земельных ресурсов, и везде их много, и недостаточно для каждой страны ресурсы ограничены. И эти ресурсы, они не увеличиваются. И здесь главная задача государственных органов, как мы сказали, экологические менеджменты – это государственные политики, административные воздействия оказывают. Здесь контроль за использованием охраны семей осуществляет государственные органы. Следующая тема – мерзвы и охрана недр в Казахстане. Ну, полезные ископажи в Казахстане представлены практически весь список Тенделеева, но и их использование, конечно, оставляет человек лучшего. Полезные ископаемые у нас представлены углеводородными, газовым и жидким состоянием, а также твердыми минеральными ископаемыми. Значительная часть бюджетных поступлений, налоговых поступлений в нашей стране поступает именно более 60-70% от экспорта полезных ископаемых. Невки, газа, урана, металла, меню, алюминия и других элементов природных ресурсов. Ну, и задача здесь управления охраной металлами заключается в том, чтобы при добыче, разведке, при переработке этих полезных ископаемых применялись более современные технологии, которые бы оказывали меньшее воздействие на гидросферу и на атмосферу, а в целом на и животные, и на растительные миры. Следующая тема у нас – менеджмент и охрана растительных и животных мира. Перечим вопросов, которые мы рассматриваем, видеть особо охраняемые природные территории Казахстана, это заповедники, национальные парки, заказники. Следующая тема – это особо охраняемые территории, современные состояния, перспективы развития. Следующая тема – менеджмент и охрана растительного мира и менеджмент и охрана животных мира. Особо охраняемые природные территории, где охраняются различные виды животных, насекомых, растительности, рыб, вода и другие представители фауны и флоры на этой территории. Особо территории, они находятся под охраной как государства нашего Казахстана, так и различные есть резервлаты, специальные биосферные зоны, где природа сохраняется первозданными и которые финансируются международными организациями, для того, чтобы сохранить для будущего поколения в том виде, какие были растительные и животные миры. Международные охрана растительного мира и охрана животных мира – это находится в ведении государства, и государство заинтересовано, чтобы на этих территориях растительный и животный мир сохранялся, тем самым будущим поколениям тоже оставались та природа и растительность, животные, которые есть на этой территории. Следующая тема у нас – плата за предопользование. Плата за предопользование у нас идет везде. Допустим, когда мы спрашиваем студентов, кто платит за предопользование, и студенты начинают говорить, что они бездя, что не платят, они за предопользование никакой природной ничем не пользуются. Здесь нужно сказать другой вопрос. Плата за предопользование происходит не напрямую, но опосредованно, точечно и прямо. Допустим, в каждом литре бензина есть свои экологические отчисления. То есть машина тем больше использует воду, бензин, горючая, тем больше она отчисляет определенный процент с каждого литра дизельного газа, бензина и другого вида топлива доход государства. То есть студент, любой гражданин, проезжая на автобусе, он платит не просто за проезд, но часть природного пользования, то, что бензин сжигается, горючая, платит за порчу атмосферного воздуха. Каждый из нас живет и пьет воду, дышит воздухом, кушает еду. То есть здесь уже автоматически, опосредованно плата за предопользование идет. То же самое, это вот по трех вопросов. Экологический ущерб – это ущерб, который приносит производство, промышленные производства, особенно добыча, переработка, хранение, транспортировка, но без готовности промышленные производства невозможны. И здесь есть определенные нормативы, когда до определенных моментов выбросы в атмосферу, или воздух, в атмосферу, ассоциальный воздух, или в воду, в источники различные, реки, озера, без которых невозможно производство. То есть за это предприятие платит определенные платы. Но здесь такое, если загрязнение, допустим, в одном кубическом метре, допустим, где-то один грамм каких-то загрязняющих веществ, то здесь платится в соответствии с нормативом определенные небольшие суммы. Но если будут в воде, допустим, больше одного грамма, условно, два, три, и от граммов, то, соответственно, кратная платность возмещения экологического ущерба увеличивается. То есть это платится за загрязнение атмосферы в воздухе. Или воды, или земли. Или хочет. Следующая тема у нас – состояние экологического менеджмента Казахстана. Экологический менеджмент Казахстана на настоящий момент достаточно разливается. Главное его нормативно-право-инваза – это, как мы сказали, экологический кодекс, где все функции, права, обязанности природопользователей обозначены. И в соответствии с этим Казахстан собирается, понемножку переходит к зеленой экономике, то есть к использованию различных технологий, которые приносят меньше вреда окружающих людей. Одним из ярких стремлений Казахстана – это к тому, чтобы сохранить экологию. Это прошедшая в 2017 году, выставка «Экспо-2017», где основная тема, ее представила под девизом «Энергия будущего», где предлагается использовать различные альтернативные источники энергии, которые приносят меньше вреда окружающей среде. Радиационная обстановка в Казахстане достаточно на одном природном уровне. Есть, конечно, некоторые у нас места, где, скажем, населенные пункты или, скажем, регионы, где немножко радиационных фронт больше, это бывшие места испытаний атомных компаний, где проходят ядерные испытания, а также есть производство хранения различных хвостохранительств, которые имеют радиационную опасность, но, тем не менее, производство его невозможно. Казахстан занимает в мире одной из первых мест по запасам ядерного топлива, урана, урановых месторождений после Австралии. И, соответственно, с этим Казахстан много экспортирует ядерное содержащее сырье за пределы нашего государства. Но вместе с тем же есть определенные обязательства государства, которые экспортируют ядерное сырье, атомное сырье, радиоопасное сырье, скажем так. Какую-то часть отходов государство, которое экспортирует, оно должно после переработки, какую-то часть радиоотходов, ради содержащих отходов, оно должно завозить в себе государство и здесь. Поэтому у нас есть определенные места, где хранятся ядерные отходы ядерного топлива. Это пояснение того, почему мы создаем, скажем так, места, где хранятся отходы ядерного производства. И завершающая тема у нас это международный подход к экологическому международному. Международное сотрудничество и экологическое международное. Бережные модели организации, генерал-хозяйства, новые технологии, которые сделают мир лучше. Их очень много. И задача международного сотрудничества и экологическое международное именно здесь заключается в том, чтобы применять именно новые технологии, которые сделают мир лучше и используют меньше различных ресурсов, которые не восторгаются. Так, допустим, есть, допустим, возьмем даже на простом примере, автомобиль, когда моют автомобили, используют очень большое количество воды. Так вот сейчас есть технологии, когда для мойки, полной мойки одного автомобиля, можно использовать всего 3-5 литров воды. Конечно, для этого нужно соответствующее оборудование закупить, приобрести. Это довольно дорогостоящее оборудование. Но в данном случае при использовании этого оборудования на одном автомобиле, если традиционным методом уходит, чтобы его на автомойках отчипать, помытый автомобиль уходит около 200-300 литров воды на один автомобиль, то при использовании этой технологии будут уходить всего 3-4 литра. То же самое можно сказать по многим параметрам. Скажем, использование капельно-нарушительное. Можно использовать, скажем, сотню литров воды на целый сезон на пару деревьев, а если его на десятки, на пару деревьев, а если используют метод капельно-нарушения, то эти 100 литров воды можно использовать буквально на десятки деревьев, на месте нет сезона-нарушения. И в завершение, что мы скажем. На настоящий день наследие земли превысило 7,5 миллиардов, площадь земельных шаров от этого не увеличился, ресурсы не увеличились, количество воды, воздуха не увеличилось. И поэтому на настоящий момент очень актуальный вопрос именно использование новых технологий, которые позволят человечеству экономить природные ресурсы. И задача экологического менеджмента именно заключается в том, чтобы организовать использование, разработку, внедрение различных технологий, которые позволят сохранять природные ресурсы для будущего поколения. Как мы видим, наследие земли превышало 7 миллиардов. Если смотреть на статистику, то первый миллиард человечества был в 2008 году. Это математически причем определено. Первый миллиард был в 1830 году. Второй миллиард был в 1930 году. И дальнейшее наследие увеличилось через каждые 10-15 лет на 1 миллиард. То есть сейчас, если в 2001 году у нас будет 7 миллиард, то это 2011 году будет 7 миллиард, то скоро у нас превысит и 8 миллиардов меньше. То есть наследие увеличивается, но от этого земная площадь не увеличивается, не увеличивается объем воды, объем воздуха и человечеству все больше и больше будет ощущаться нехватка земли. Нехватка земли, как предполагает, уже нехватка всех природных ресурсов. И задача экологического менеджмента заключается именно в том, чтобы применять различные технологии, организовать, внедрить, разрабатывать и работать в этой части, чтобы объясничать растущее человечество всеми другими продуктами, товарами промышленных производств, которые обеспечивают ему комфортные условия жизни. Теперь по практическим рекомендациям, которые мы используем в процессе практических занятий. Задания практических занятий идентичны в соответствии системами и планами инвестиций. Здесь нужно особо обратить внимание на функции менеджера в области экологии, процедурных мест природопользования и бережных отношений к природным ресурсам. Так как функции экологического менеджера, это функции, которые немного и в некоторых сферах намного отличаются от функций других менеджеров. И цели и задачи, которые они ставят и выполняют для достижения своей цели, совсем другие. В завершение хочу сказать вам спасибо за внимание и до свидания.